В преддверии Нового года Александр Жилкин подвел итоги социально-экономического развития Астраханской области за 2014 год. В резиденции губернатора глава региона зачитал перед собравшимися итоговый доклад и наградил памятными знаками наиболее отличившихся в уходящем году. Марина Лазарева присутствовала на церемонии. Вот уже 10 лет в канун Нового года Александр Жилкин всенародно подводит итоги уходящего года. В резиденции губернатора глава региона перед собравшимися дал оценку уходящему году. По словам Александра Жилкина, 2004 трудно назвать годом легким. Отмечен он и падением рубля, и обострением международных отношений, повлиявших на общественные, политические и социально-экономические процессы в мире, стране и регионе. Итоги года определяют наши действия на предстоящий период и перспективу. С опорой на достигнутые результаты предстоит оптимизировать региональную стратегию развития с учетом сложившихся реалий. Александр Жилкин отметил значимые в истории региона события, такие как 4-й саммит глав Прикаспийских государств, позволивший руководителям стран Прикаспии активизировать инвестиционные потоки. Губернатор отметил, что в результате совместной двухлетней работы правительством Астраханской области и правительством Российской Федерации принято решение о создании особой экономической зоны промышленного типа, которая определит новую политику индустриализации региона. Создание особой экономической зоны будет направлено на укрепление экономических позиций России в Каспийском регионе, увеличение доли судостроения и высокотехнологичной продукции. Александр Жилкин отметил и достижения астраханцев. В торжественной обстановке губернаторские награды получили лучшие люди Астраханской области, проявившие себя в различных отраслях жизнедеятельности региона. Марина Лазарева, Серик Новозбаев, Новости РНТВ, Астрахан.